Если кто-то из нас поймает Пикачу, тут радости будет очень много. Вот, например, сейчас буквально сидит редкий покемон-змейка. Мне он попадается первый раз. Вот он и попался. Да, у меня еще такого не надо ловить его. Тут за редкого покемона дают сразу больше опыта. Поймала? Да. Они ловят покемонов даже во время интервью. Уже третью неделю Станислав и Ирина Иванский не расстаются с телефонами. Каждый день супруги на несколько часов из реальной жизни уходят в виртуальную. Отслеживают мультяшных персонажей. День охоты – минимум 50 покемонов. Да, мы соревнуемся, кто больше, у кого лучше, или у кого больше вылупится. Но пока вот жена лидирует. Я больше работаю, она больше погружена немножко в ловлю. Самый ценный – это, наверное, в начале, когда я словила бальбазавра. Это такой дракончик. Вот такой дракончик. Зелененький. Он редкий, очень сильный. Но его нужно развивать. Бальбазавры, черезавры, пикачу, покеболы – супруги понимают друг друга с полуслова. Станислав уверяет, таких увлеченных только в его группе в соцсети почти 500 человек. Это со стороны кажется, что мужчина идет и ничего не видит вокруг. Окружающая обстановка отражается на экране его телефона. С одним лишь «но» – с виртуальными покемонами. Люди ищут покемонов в самых неожиданных местах. Кладбища, мемориалы, церкви, больницы, границы государств – это всего лишь малая часть странных мест, в которых люди пытаются найти покемонов. После таких роликов в интернете редкий обладатель гаджета не знает про виртуальных монстров. В стране покемономания только набирает обороты. А в Липецке уже решили дать отпор виртуальной забаве. Здесь ловцам покемонов совсем не рады. С порога – разворот-поворот. Одна из гостей наших, моя подруга, сказала, что, ребят, запретите их вообще. Вот, они такие, это хорошая идея. Давайте сделаем зону в Липецке, одну официально свободную от покемонов. Наши посетители, которые наши постоянные гости, и те, на кого мы рассчитываем, они от этого нисколько не пострадали, наоборот, обралились, сказали, ну, наконец-то. Свою позицию здесь обозначили четко. Чуть ли не на каждом столике такое напоминание. Для гостей даже подготовили спецпредложение. В барной карте появился коктейль с говорящим названием «Слезы покемона». Мы решили немного поимпровизировать и сделать коктейль именно такого же почти цвета, как сам Пикачо. Покемонам нельзя, бедный Пикачо. Гостям заведения антипокемон-коктейль пришелся по вкусу. Любителей виртуальной игры здесь не встретишь. Зато посетителей свободных от ловли и мультяшных персонажей стало только больше. К тому же в борьбу с покемонами вступили уже и медики. Врачи подобные увлечения называют играми замещенной реальности. Это все-таки виртуальное состояние. Это нереальная жизнь. В реальной жизни он, в принципе, из себя, может быть, ничего не представляет. И нету тех результатов, которые он получает быстро. Там за два-три дня он ходит, набирает этих покемонов. Там 140 этих штучек. В сети все восхищаются, какой он умел и быстрый. Есть вышки здесь специальные, например, несколько вышек вот там возле зоопарка. Как бы арены, как они называются. На эти арены там уже дерешься с другими пользователями. Покемонами. С другими, ну, с покемонами других игроков. Предостережение психотерапевтов Иванских не пугают. Семейная пара в виртуальном пространстве проводит два, максимум три часа. С медицинской точки зрения доза терапевтическая, для здоровья безопасная. Зато прогулки по аллеям Нижнего парка с покемонами, по мнению супругов Иванских, становятся более увлекательными. Оксана Корабельникова, Дмитрий Кузнецов, Роман Авраменко, Липецкое время.